Ну что ж, друзья, всем доброго вечера. Эфир телеканала Абакан 24 продолжается. Как всегда, по понедельникам программа «Свой доктор» будем говорить о главном. Это о здоровье, о здоровье человека. Самое ценное, самое главное, наверное, что есть в жизни. Посмотрите, какие у меня сегодня замечательные специалисты, которых вы все очень знаете. И они много рассказывают в наших прямых эфирах о том, что происходит и какие нужно меры безопасности соблюдать. Итак, врач-методист Республиканского центра общественного здоровья Лариса Владиславовна Лебедева. Здравствуйте, Лариса Владиславовна. И заведующая центром здоровья Республиканской клинической больницы имени Ремешевской Анна Олеговна Калмакова. Здравствуйте. Здравствуйте, очень рада вас здесь приветствовать. Сегодня будем говорить, наверное, о самых распространенных заболеваниях, которые сегодня бьют рекорды и, к сожалению, молодеют. Это сердечно-сосудистые заболевания. Неоднократно мы касаемся этой темы в наших разговорах с врачами, потому что... Вот даже говорим про диспансеризацию. Вот проверили? Ага, выявили сердечно-сосудистые заболевания. Говорим, например, про помощь, которую оказывают врачи при назначении лечения и так далее. Ну, вот препаратов. Вот у нас был специалист, фармаколог, клинический фармаколог. И опять оказывается, у человека одновременно может быть и сахарный диабет, и сердечно-сосудистые заболевания. И все друг от друга выходит. Ковид и тоже вырослаждение по сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому я думаю, что тема для разговоров очень большая, да. Тогда давайте поговорим, почему именно в нашем мире, в нашей стране такое уделяется внимание именно сердечно-сосудистым заболеваниям. И почему так много теперь этих болезней, связанных с сердцем и сосудами? Ну, хотелось бы начать, что с 29 сентября по 2 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Российской Федерации в России и во всем мире проводится такая акция, которая называется «Оберегая сердца». Проводится она в рамках Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября. Почему на сегодняшний день эта проблема актуальна? Потому что сердечно-сосудистые заболевания в структуре смертности занимают первое место. То есть среди всех смертей 50% приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Ну вот у нас в Республике Хакасия по итогам прошлого года они заняли 40% смертности населения. Это очень большие цифры в разрезе вообще всего мира, Российской Федерации. Стоит сказать, что около 17 миллионов человек в мире погибает от сердечно-сосудистых заболеваний. А в России страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями почти 23 миллиона человек. Из них ежегодно 1 миллион 300 умирает от данной патологии. Если представить цифры, это в принципе население крупного города. То есть ежегодно мы теряем население крупного города. А если представить это в ежедневной раскладке, то представьте себе, что 13 мужчин и 3 женщины ежедневно умирают от сердечно-сосудистой патологии. Это в мире? Это в России. В России. И вот такие цифры, в принципе, наверное, на протяжении многих лет и заставили говорить об этой теме очень часто и очень много. И цель Всемирного дня сердца состоит в том, чтобы дать людям информацию о важности сохранения своего здоровья, о необходимости контроля артериального давления, так как артериальное давление является в разрезе сердечно-сосудистых заболеваний основной причиной возникновения сосудистых катастроф, инфаркта, инсульта, ну и развития другой сердечно-сосудистой патологии. И, конечно же, научить население измерять артериальное давление, контролировать параметры своего тела, ну и вообще знать, что может привести, какие факторы риска, мы о них поговорим далее, к сердечно-сосудистым заболеваниям, как следить за своим здоровьем, какой образ жизни необходимо вести для того, чтобы быть здоровым в молодом возрасте, а затем быть здоровым и активным, конечно же, в пожилом возрасте. Ну и своевременное, если всё-таки возникнет такая патология, её выявить и, конечно же, корректировать факторы риска и быть приверженным к лечению, к тому лечению, который назначит доктор. Ну вы знаете, Лариса Александровна, мы всегда говорим в наших программах и о здоровом образе жизни, о правильном питании. Но согласитесь, в условиях стресса, который мы сейчас все испытываем, а, к сожалению, этого стресса становится всё больше и так далее, то людям очень сложно придерживаться здорового питания, активного образа жизни. Вот тогда в чём, как найти вот эту золотую середину? Всё даже, вот вы начали рассказывать, всё начинается с самого простого артериального давления, правда? Алёна Олеговна, часто вы, кстати, повышенное давление фиксируете у людей, кто к вам обращается? Да, очень часто. И благодаря вот этому Всемирному Дню Сердца в прошлый год нам показал очень интересную, большую статистику совместно с Центром медицинской профилактики. Они разослали объявления, наши письма о том, что мы приглашаем на День Сердца трудовые коллективы, и около 60 трудовых коллективов оставили свои заявки. А для многих было удивительно, что у него проблемы с сердцем? Да, для многих было удивительно. И вот когда мы стали работать с трудовыми коллективами, осматривать достаточно большие и крупные предприятия и мелкие предприятия города, ну, немножко нам помешал ковид, поэтому до сих пор некоторые предприятия приглашаем и осматриваем. Очень много пациентов, у которых выявляется, к сожалению, скрытая гипертония. Они приходят на обследование. У нас есть аппарат, 4 манжеты, который определяет не только уровень артериального давления на руках, но и на ногах, рассчитывает соотношение разницы между давлением на плечевой артерии и на лодыжке, тем самым определяя жёсткость сосудистой стенки. И когда пациенты приходят, мы видим и говорим, да, у вас повышенный уровень артериального давления. Иногда это бывает, они просто 140, это и 190, и 200 к нам приходят пациенты. Некоторые пациенты говорят, это реакция на вас, доктор, на белый халат. Но дабы исключить эту реакцию, мы врачи профилактической медицины, что мы делаем? Мы даём пациенту дневничок и говорим, попишите в течение двух недель. При этом, так как мы зачастую подразумеваем, что у пациента всё-таки будет гипертония, соответственно, рассказываем о мерах профилактики, о тех препаратах, которые он может уже начать принимать, в случае, если он будет фиксировать ежедневно эти 200. Так вот, статистика показывает, что около 10% пациентов, которые приходят к нам с давлением 200, они возвращаются с этими же цифрами буквально через 3-4-5 дней, говорят, доктор, нам нужно всё-таки, наверное, подбирать лечение, идти на участие. Это не халат, мы посмотрели 3 дня, и у нас действительно в течение вот этих трёх дней фиксируется давление, мы его даже не ощущаем. К сожалению, про возраст и про пол. Как правило, артериальная гипертония, скрытая, это удел наших мужчин. Это трудоспособное население, это молодые мужчины в возрасте, ну сейчас-то от 30 уже начиная лет, а то есть и моложе, у нас до 40 с артериальной гипертонией. Женщины как-то мы более, видать, чувствительны, или, скорее всего, мы просто, наверное, в силу каких-то своих особенностей чаще прибегаем к профилактическим осмотрам и беременности у женщин. Там выявляется, да, сейчас очень много гипертонии бывает, что женщины в положении беременной, у них проявляется гипертония беременных. Они чаще контролируют давление, поэтому с женщинами намного всё проще. А вот мужчин мы просто призываем следить хотя бы раз в день, периодически измерять артериальное давление. А лучше утром и вечером, дабы не пропустить скрытую артериальную гипертонию, которая в дальнейшем может запустить другие сердечно-сосудистые заболевания. Это инфаркты, инсульты. Инфаркты, инсульты, он молодеет, к сожалению, с каждым годом. И эти последствия мы видим и у себя. Так как я являюсь ещё врачом-терапевтом отделения метреабилитации, с каждым годом к нам приходят, к сожалению, молодые мужчины, 38, 37, 36 лет, с диагнозом острого нарушения мозгового кровообращения, уже имеющие последствия этого острого нарушения мозгового кровообращения в виде порезов, когда не работает рука, когда не работает нога. Поэтому возраст очень молодой. Возраст молодой. Жить ещё и жить, да. Ну вот, к сожалению, возраст инсульта молодеет. Скажите ещё, пожалуйста, вот вы как врачи профилактического профиля, вы видите желание людей что-то изменить? Ну да, за этот год ковид нам показал, что люди стали стремиться изменить своё здоровье. Не зря же говорят, здесь 15% у нас зависит от медицины, 60% от того, насколько сам человек стремится сохранить своё здоровье, не растратить его, а сохранить. Всё остальное уходит на экологию, на социальные факторы, на экономические факторы. Конечно, сейчас люди стараются. И этот год нам показал, что сколько предприятий откликнулись на акцию сердца. Раньше такого не было. Раньше такого не было. То есть трудовые коллективы оставляют заявки, и пациенты приходят. Сейчас ещё можно оставить заявку? Конечно. Центр здоровья, он работает круглогодично, так же, как и отделение медицинской профилактики, так же, как диспансеризация. Все эти у нас осмотры проходят в течение года по полюсу, бесплатно для каждого жителя Хакасии. Вот это хорошо, что открываются возможности, и, к счастью, сейчас у нас разрешены такие мероприятия, которые вы можете проводить, приглашать себе коллективы. Сколько, кстати, примерно времени там может провести человек на таком обследовании? От 40 до 60 минут. Ну, в принципе, не так уж много. Не так много, да. 40 минут, которые, возможно, следующим спасут вашу жизнь, что ли, да, как бы огородят её от других негативных факторов, да, последствий. Я хотела бы ещё добавить. А я ещё хотела спросить, давайте пока я просто плавно перевожу, когда мы всё-таки увидим эти рейсы здоровья? Потому что, ну, согласитесь, вот кто-то может прийти, вот к вам в центр здоровья, да, в республиканскую больницу, кто-то знает, или вместе с коллективом. Бабушки, дедушки, они не ходят у нас. Они предпочитают к своему терапевту, а иногда они попадут, а иногда просто холодно и так далее, или ещё какие-то причины. Но всё-таки общественным транспортом пользуются. Вот ваши рейсы здоровья были очень востребованы и популярны. Ну, давайте их возобновлять. Да, ну, тоже ковидные ограничения нам немного помешали в организации данного профилактического проекта. Хотя сейчас он принимает такую форму, когда мы в троллейбусах развешиваем, размещаем информационные материалы, листовки о тех же признаках инфаркта, инсульта, как вести себя на даче, то есть информация для пожилых людей, которые в основном пользуются таким общественным транспортом. То есть человек, когда передвигается до определённой остановки, может прочитать какую-либо информацию, с пользой провести время. Но я думаю, когда нам позволят, у педобстановка мы данный проект возобновим. А для трудоспособного населения я бы хотела презентовать такой профилактический проект, как корпоративный программ укрепления здоровья. Это новое направление, которое Центр общественного здоровья и медицинской профилактики реализует уже третий год, когда трудовой коллектив может обратиться к нам в Центр и совершенно на безвозмездной основе мы разработаем программу оздоровления для всего трудового коллектива. Если в Центр здоровья у нас население может прийти, особенно трудоспособные люди, индивидуально, то здесь реализуется корпоративная программа, когда всем трудовым коллективам люди измеряют массу тела, уровень холестерина, глюкозы, артериальное давление, составляется паспорт здоровья коллектива, мы выясняем, какие факторы риска в данном коллективе преобладают. И у нас трудовой коллектив может выбрать одно из направлений, это, допустим, усиление физической активности, борьба со стрессом, борьба с курением. В зависимости от того, какой фактор риска преобладает в данном коллективе, сотрудники нашего Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, врачи-методисты, врачи по медицинской профилактике, психологи выходят с рядом лекций в данный трудовой коллектив, это и видеопрезентационный материал, это тренинги по снятию стресса. И затем, в конечном итоге, после вот такого массового информирования населения, люди начинают правильно питаться, устраивают соревнования, правильный обед. В общем, вы их мотивируете. Да, то есть это различные мероприятия, не только лекционы. То есть коллектив стремится оздоровить себя для того, чтобы снизить количество листков нетрудоспособности, снизить массу тела. И вот именно коллективный дух корпоративный, наверное, наиболее способствует и мотивирует к ведению здорового образа жизни какие-то соревнования. Допустим, работодатель может установить какой-либо приз для того сотрудника, кто наибольший снизит массу тела или откажется от курения. То есть эти программы внедряются во всех трудовых коллективах вообще по России. И у нас в Республике Хакасии такой опыт уже есть. Поэтому мы тоже приглашаем наших телезрителей к сотрудничеству. Если есть работодатели любого трудового коллектива, независимо от количества, у нас есть трудовой коллектив, как Абаканская, до 1000 человек. Есть маленькие коллективы, 25-30 человек. Но важно нам любое количество, то есть с методической поддержкой выходят сотрудники. Ну а далее коллектив уже, то есть мы заводим механизм. Это долгосрочная программа 2-3 года. И я думаю, она принесёт свои положительные результаты. То есть это такая мотивация для всех, да, получается? Да, именно корпоративная программа укрепления общественного здоровья на рабочем месте. И мы со своей стороны, да, когда работаем вот в связке вместе с докторами, мы видим эффект. Есть предприятия, которые уже не первый год у нас проходят обследование. И когда врачи по медицинской профилактике дают дополнительную мотивацию, да, обучают трудовой коллектив. Через год этот трудовой коллектив приходит, и мы смотрим. Да, вот в этом трудовом коллективе замечательно мы видим, снизился уровень холестерина. Динамика хорошая. Динамика хорошая. И артериальное давление у пациентов стало лучше, ну, наших пациентов. Потому что люди начинают задумываться и меняют свой образ жизни, а это очень важно. Да, ну, и самое главное, что это все для людей, бесплатно любой коллектив может сделать заявку, и вы с удовольствием с ними поработаете, да? Да, приглашаем к сотрудничеству. Кстати, на День здоровья вы как-то пропагандировали участников? День здоровья был в Абакане. Да, то есть сотрудники Центра общественного здоровья также организовали площадку здоровья. Мы информировали, измеряли артериальное давление. То есть любой, который гражданин, ну, сотрудник трудового коллектива или отдыхающий в зоне отдыха могли к нам подойти, совершенно бесплатно проконсультироваться по способам ведения здорового образа жизни, получить информационные материалы. Желающие могли измерить артериальное давление, ну, и получить всю интересующую информацию по здоровому образу. Ну, самое главное, не оставаться равнодушными, правда? 22-60-11, друзья, я видела, что нам звонили, еще раз нам, пожалуйста, перезвоните. Будем рады ответить на все ваши вопросы. Сегодня мы говорим о заболеваниях сердца. Да, к сожалению, они лидируют и каждый день 13 женщин и 3 мужчины. 13 мужчин и 3 женщины. Мужчины лидируют в смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Снова надо беречь мужчину, что ж такое, да? Так, ну что, продолжаем говорить. Вот смотрите, вы говорили о том, что вот такими звоночками могут послужить, в том числе, артериальное давление в первую очередь. Но если у человека наследственность, то ему в любом случае нужно... Обращать на себя внимание. А наследственность у нас играет те же самые 20% наряду с экологией, социально-экономическими факторами. То есть достаточно большой процент, который вносится в наше здоровье. И к тому же у нас по сердечно-сосудистым заболеваниям, как в принципе и по другим заболеваниям, есть свои факторы риска, которые модифицируются, да, которые мы можем изменить, которые мы не можем изменить. Так вот, наследственность, пол и возраст – это те факторы риска, которые мы изменить не можем. Если для сердечно-сосудистых заболеваний, мы говорим, что у нас, у женщин, есть защита в виде эстрогенов, женских половых гормонов, и риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин возрастает в предменопаузане, да, в возраст менопаузы и постменопаузы, то есть это возраст, он ближе к 50 и после 50. То у мужчин, к сожалению, риск кардиологический наступает намного раньше, это 40 лет. С учётом ещё, если он внесёт другие факторы, такие как курение, да, избыточная масса тела, нерациональное питание, низкая физическая активность, то, на которую мы могли бы повлиять эти риски, будут нарастать, как снежные полосы. То есть нужно срочно менять свой образ жизни таким мужчинам. Особенно тем, у кого есть генетическая предрасположенность, потому что генетика, она обуславливает большинство наших заболеваний. Так, вот смотрите, кардиологи, видимо, тоже в преддверии дня сердца дают различные рекомендации. Вот на российской газете кардиолог рассказал, какая еда делает кровь густой. Я так понимаю, что густая кровь, это тоже не очень хороший показатель, да? Да, но это риск тромбоза, любой тромб, это, естественно, если перекрывает просвет сосуда, это тот же инфаркт, инсульт, то есть сосудистая катастрофа, которая приводит к инвалидизации или к смертности населения. То здесь это уже прямая причина вот именно сосудистых катастроф, густая кровь. Да, и отсюда он пишет инфаркты, инсульты и прочие серьёзные последствия. Кровь, цитата, имеет жидкую составляющую плазмы, форменные элементы клетки. Баланс между ними определяет, насколько кровь разжижена или наоборот. Объяснил специалист, добавив, что к гущению крови приводит уменьшение количества плазмы. Это могут спровоцировать приём гормональных препаратов, наличие у человека онкологических или некоторых гематологических заболеваний, интенсивные тренировки и даже недостаток питьевой воды. Кроме того, есть ряд продуктов, которых стоит ограничить людям с астеросклерозом, сахарным диабетом, выраженной варикозной болезнью. Итак, продуктов, которые способствуют сгущению крови, относятся картофель, бананы, сахар, сладости, алкоголь, газировка, а также петрушка, укроп и грецкие орехи. Врачи подчёркивают, для разжижения густой крови необходимо выпивать достаточное количество жидкости в течение всего дня. Вот вы начали уже рассказывать о мероприятиях, которые проводятся в нашем городе, в том числе корпоративное здоровье. Что ещё может, чем ещё может помочь Центр общественного здоровья, вы как Центр медицинской профилактики? Будете ходить в коллектив или всё-таки к себе приглашать? Как удобнее? Ну, вообще, я бы хотела сказать ещё, что, конечно же, основная, одной из основных задач Центра общественного здоровья – это информировать и мотивировать население пройти диспансеризацию, всеобщую диспансеризацию взрослого населения, так как это основное профилактическое мероприятие, позволяющее выявить не только сердечно-сосудистые заболевания, о которых мы сегодня с вами говорим, но и другие грозные заболевания, онкологические, которые стоят на втором месте по причинам смерти, заболевания бронхолёгочной системы, сахарный диабет. Поэтому также каждый из нас должен знать, что с 40 лет ежегодно мы все с вами должны, заботясь о своём здоровье, пройти диспансеризацию, прийти в отделение медицинской профилактики. То есть потратив 2-3 часа на благо здоровья. Сейчас первый день, ну если мы сдаём клинические анализы, на второй день мы узнаем результаты. Но в принципе вообще диспансеризация, первый этап сейчас организована таким образом, что оно проводится за один день. Сельское население сейчас в Республике Хакасии может пройти диспансеризацию в районных больницах и с применением передвижных мобильных комплексов. То есть диспансеризация сейчас приближена к населению, приезжают передвижные ФАПы, передвижные флюорографы, передвижные маммографы. Если ранее, особенно городское население, то есть мы были в более таком приоритетном положении, у нас есть больницы, отделение профилактики, мы пришли за один день и прошли. То есть сельским жителям необходимо было приехать в районную больницу для прохождения каких-либо исследований. На маммографию необходимо, некоторые даже приезжали в перинатальный центр из районных больниц. Сейчас всё приближено таким образом, чтобы диспансеризация была комфортной, как можно ближе к дому, и чтобы наше население затрачивало как можно менее ресурсов, то есть времени, так как все мы с вами работаем. У всех у нас, конечно, семьи, но забота о своём здоровье сейчас – это обязанность каждого из нас. То есть это необходимость своевременно прийти ежегодно, чтобы в динамике. Не так, что пришёл, а 4-3 года не ходил, потом опять пришёл, ежегодно, чтобы была динамика. Я прошёл в этом году всё хорошо, первая группа здоровья на следующий год. Если вдруг что-то и выявляют, то это на ранней стадии, будь то сердечно-сосудистая патология, онкологическое заболевание. Ведь любое заболевание легче выявить на ранней стадии и вылечить, чем его запущенную форму, которая требует уже дорогостоящего лечения, будь то ВМП, высокотехнологичная медицинская помощь или лекарственная терапия. И всё-таки это затраты, конечно же, и самого человека, и государства на борьбу с данной группой заболеваний. Поэтому ещё вот одной из задач Центра общественного здоровья, конечно же, широкое информирование через СМИ, через газеты, республиканские, городские, социальные сети, телевидение с призывом наше население прийти и до конца года те, кто ещё не прошёл, пройти диспансеризацию. Всегда у нас спрашивают зрители, бесплатно говорили? Бесплатно, по полюсу МС, включая и углублённую диспансеризацию для тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию. Вот там есть такой анализ, который определяет склонность к тромбообразованию, то есть на ДДМР. Здесь уже более расширены такие более дорогостоящие обследования. И человек, который перенёс COVID, может наряду с обычной диспансеризацией пройти плюсом ещё и углублённую диспансеризацию для того, чтобы выяснить, как коронавирусная инфекция повлияла на организм, какие осложнения возникли. Да, поэтому всё это очень комплексно, всё это удобно, параллельно проходя диспансеризацию. Сдаём анализы по углублённой диспансеризации, проходим обследование с минимальной затратой времени и ресурсов, и выявляем всё-таки всё, что накопили в своём организме. Анна Евгеньевна, вы больше всего проводите время с пациентами, когда видите их анализы, да? Давайте тогда пройдёмся по всем рекомендациям, которые есть и для мужчин, и для женщин. Вот пришли к вам люди на приём, есть предпосылки с сердечно-засудистым заболеванием. Что вы в первую очередь просите сделать этого пациента? Всё зависит от того, какие, конечно, предпосылки есть у пациента. Когда пациент приходит к нам в Центр здоровья, у нас две задачи. Первая – это выявить факторы риска, какие есть у пациента. В отличие от диспансеризации мы не устанавливаем группу здоровья в наши паспорта здоровья, но мы говорим пациенту, у вас есть такие-то, такие-то факторы риска, допустим, ожирение мы видим у пациента, фактор риска курения, повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина, повышенный уровень глюкозы. Мы ознакомили пациента с его имеющимися факторами риска. В беседе с пациентом мы выясняем, всё равно каждый доктор спрашивает всегда, какие есть у пациента, есть ли какие-то хронические заболевания, есть ли какие-то жалобы, как вообще давно он посещал врача-терапевта, либо если есть хронические заболевания, то это узкопрофильного специалиста, кардиолога, невролога, это то, что касается в рамках нашей сегодняшней темы сердечно-сосудистых заболеваний. Либо если у пациента нет заболеваний, есть какие-то факторы риска, мы спрашиваем, как в том числе и как давно они посещали диспансеризацию. Отталкиваясь от факторов риска, мы, конечно, даём пациенту рекомендации. Если это пациент с избыточной массой тела и ожирения, мы рассказываем, как эту массу тела снизить. У нас есть замечательные инструктора ЛФК, в Центре здоровья есть такая возможность, что мы можем отправить пациента сейчас с избыточной массой тела или с ожирением к инструктору ЛФК, который покажет лечебную физкультуру. То есть это от 1 до 5 занятий по лечебной физкультуре. Это действительно лечебная физкультура. То есть наша цель – обучить пациента и отпустить домой, чтобы он дома работал над собой. Да, то есть это замечательно, что у нас есть такие возможности сейчас. Второе – это если пациенты, как я уже объяснила, с высоким уровнем артериального давления, мы говорим пациенту, что вот здесь уже всё-таки нужно дообследоваться по месту жительства, расписываем стандарты обследования, говорим, обязательно нужно обратиться к участковому терапевту, повести дневничок артериального давления, позаписывать уровень артериального давления. Если мы видим, что, конечно, пациенты, к сожалению, к нам приходят такие пациенты, у которых уже есть диагнозы, которым уже когда-то назначалось лечение, у которых уже были сосудистые катастрофы, у них были инфаркты, у них были инсульты, пациенты в данном случае должны получать терапию пожизненно, постоянно, которые может применять только врач. Но сейчас в современном мире каждый из нас врач, есть интернет, поэтому мы посмотрели, мы поконсультировались сами собой и решили, что на сегодняшний день этот препарат имеет очень много побочных эффектов. Он мне не нужен, да? Он мне не нужен. Мы его самостоятельно отменили, пришли в Центр здоровья, сдали холестерин. У нас холестерин 9. При норме для пациента, у человека, у которого нет никаких кардиологических рисков – 5,1. Для пациента, который уже перенёс какую-то катастрофу, они более трёх рекомендуют содержать. А тут 9. Спрашиваем, отменяли таблетки? Да, уже не пью пару месяцев. Почему отменили? Сходил, сдал холестерин, где-то там в частной клинике посмотрел 5,1, прочитал, что это норма для меня, норма я отменила. Так вот наш призыв пациентам самим себе ничего не отменять. А они у нас любят себе всё назначать. Да, консультироваться с докторами, и уже тогда доктор должен решать. Нужна вам коррекция в данном случае какого-то препарата, в том числе и препарата от давления, препарата от холестерина, кроверазжижающих препаратов, они играют огромную роль. Их нельзя отменять при ряде заболеваний самостоятельно, так же, как, собственно, и назначать их нельзя себе самостоятельно. И всё-таки нужно всё подбирать с доктора. Давайте я вот тут у вас написан на некоторые, например, тезисы, что нужно и к чему это может, например, привести. Мы просто тоже интересные такие цифры, давайте их будем озвучивать. Ну, возможно, кого-то это напугает, а возможно, это кого-то смотивирует прийти и сдать анализы, потому что, как мы уже сказали, друзья, всего один час. Один час потребуется для того, чтобы пройти обследование. Ну, возможно, чуть побольше. Итак, значит, смотрим, если отказаться от курения. Бывает у нас и пассивное курение, когда человек находится в помещениях, там, где курят. Это так и называется пассивное курение. Итак, если человек выкуривает 5 сигарет в день, то у него риск увеличивается смертности, друзья, на 40%. На 40%, вот считайте. Если одну пачку в день, то на 400%. То есть шансов умереть у вас, друзья, в 10 раз больше. Мы не пугаем, просто рассказываем, правда? Так. Соблюдаем гипохолестериновую диету. Это что говорит о том, что меньше жирного, да? Ну, это особая, да, диета. Это говорит о том, что мы должны сократить количество животных жиров и повысить количество омега-3. Вообще соотношение омега-3 к омега-6 и к омега-9 у нас должно быть в балансе. Но, к сожалению, мы очень мало получаем омега-3. Где она содержится? Это рыба, это оливковое масло, это льняное масло, это льняное семя. К сожалению, мы эти продукты едим крайне редко. Но кто из нас ест много рыбы? Только тот, кто её много любит. А кушать нужно рыбку минимум 2 раза в неделю. Причём, чем жирнее рыба, тем лучше. Это не обязательно должна быть сиомга и форей. Красная рыба, это может быть и сельдь немного жира. Это может быть и мойва, это может быть и скумбрия. Это рыбы всех северных морей. То есть, это то, на что мы должны обращать внимание. И то, что есть, в принципе, в доступе, да? Могут люди постоянно себе покупать. Мы должны уменьшать количество трансжиров. Это пальмовое масло, это все продукты с пальмовым маслом. Это печенье, это конфеты, это мороженое. То есть, всё, что содержит жир, это выпечка. Мы должны употреблять больше овощей и фруктов до 500 грамм в сутки и бобовые при хорошей переносимости желудочно-кишечного тракта. И пить водичку. Считается, есть такая ДАШ-диета, в которой 8 стаканов жидкости в день. Это залог нашего с вами здорового долголетия и физическая активность. Никто не отменял 10 тысяч шагов по классификации ВОЗ. Это приблизительно 7 километров. Как я рассказываю нашим пациентам, 3,5 километра в одну сторону, 3,5 в другую. Либо полтора часа активной ходьбы, 30 минут до работы, 30 минут в обед и 30 минут после работы. Я знаю некоторые предприятия, которые практикуют у себя физические минутки для тех отделов, где люди постоянно сидят. Это, наверное, тоже какой-то маленький, но вклад. Правда ведь? Это мы возвращаемся к забытому прошлому. Слушайте, а какое было? Продолжение гимнастики. Помните, вся страна у нас вставала и делала гимнастику. И вот даже когда выходишь в школу, то есть я вот к ребятам выхожу с таким опытом, когда беру чипс. Чипс, да? Любой. Мы с ними берем чистый лист бумаги, какую-то массу прилагаем, открываем и видим скрытый жир. Вот вроде те же лейс, они у нас нежирные. Но когда раскрыли мы лист бумаги, мы видим два жирных пятна. И то есть ребятишки видят, что потребляя продукты, мы не замечаем жирности их копченой колбасы. Вот вроде она сухая, вроде она нежирная. И продавец нам говорит, нет-нет, она нежирная. Но вот этот скрытый жир и транжиры, то, что любят наши дети. Это бургеры, это сейчас торговые сети KFC, когда мы видим родителей, несущие со своими детьми огромные пакеты. И даже те коробки, в которых содержится этот продукт, та же готовая курица, они уже пропитаны вот этим жиром. Ну и после того, когда с ребятами проводишь вот такую информационную работу и спрашиваешь потом, кто из вас в семье правильно питается. То есть здоровое питание вообще начинается с семьи, ни со школы, ни с вуза, ни откуда-то. То есть человек, если ребёнок вырос в семье, где здоровое питание, он затем эти привычки принесёт в свою взрослую жизнь. И сейчас вообще вся профилактическая информационная работа направлена на то, чтобы вырастить здоровое поколение. Взрослые люди с установившимися привычками пищевыми, очень трудно сейчас поменять сознание здорового человека. Ведь мы знаем такой девиз, всё самое вредное – это самое вкусное, потому что жир придаёт пище вкус. И самые жирные продукты, они, конечно же, самые вкусные. То сейчас наша с вами задача – обратить своё внимание на подрастающее поколение, детские сады, школы для того, чтобы уже дать информацию этим детям, смотивировать их. Но работа эта должна быть многогранная. То есть сейчас очень много говорят о правильном питании в школах. Мы с вами видим такую большую работу на государственном уровне. И семьи, то есть если со всех сторон комплексно мы будем воздействовать на наше поколение, и информационно, и мотивационно, то есть чтобы вырастить ребёнка, и чтобы он был приверженцем здорового питания, необходимо, чтобы и мама, и папа питались тоже здоровой пищей. И, наверное, папа не имеет морального права сказать сыну, не кури вейп, если он курит сигареты. То есть родители должны быть примером, наверное, во всём для своих детей. Даже переходя на красный свет светофора, мама говорит, так больше делать нельзя, но мы сейчас с тобой перебежим. Но потом, когда ты пойдёшь со школы, ты пойдёшь только на зелёный, ребёнок не будет этого делать. Он также пойдёт на красный свет и может попасть в ДТП. Поэтому любым своим действием, поступком, словом мы всё-таки должны быть примером для своих детей, может быть, для молодых людей, для студентов, для подрастающего поколения. И, наверное, совместно с любыми, с Министерством образования, Министерством здравоохранения, Министерством культуры, которое тоже должно нести принципы здорового образа жизни в фильмах, в спектаклях, не знаю, в любых постановках. И вот такая программная работа, да, она должна быть, в принципе, в течение нескольких лет. За один год не вырастешь здорового ребёнка. Вы знаете, вот так, у нас был звоночек, пока мы говорили. Давайте ещё раз нам позвоните. Мы так ещё посмотрим, что у нас в чате. Так, смотрят нас. Видимо, сейчас ещё нам позвонят. Ну, вот, знаете, конечно, вы правы в том, что сейчас у нас дети приучены к вот этой быстрой пище и так далее, что им бы нравится вот это всё вредное и так далее. Вот. Ну, сейчас даже идёт такой уклон о том, что и та обычная пища, которую, например, нас кормили, наши родители, тот же картофель, там, те же крупы, ну, и газировка, она тоже получается вредная? Ну, тогда не было такого количества трансжиров. Более, наверное, конечно же, преобладала и крахмалистая пища у нас. Ну, давайте акцентируем внимание на том, что среди вот моего поколения не было тучных. Ну, вот один, наверное, может быть на всю параллель. А сейчас вот избыточная масса тела не только у взрослых и детей. Это же риск развития диабета, ведь юношеский диабет… Детей очень много, именно больших. Мы же тоже говорим, что он растёт в геометрической прогрессии. Почему вот сейчас вот именно школьное здоровое питание, то есть это и проект прям такой тоже профилактический, и профилактика диабета, и медосмотры детей ежегодные, как взрослых, так и детей, они же тоже есть, которые тоже выявляют на ранней стадии. Ведь не секрет, что некоторых детей выявляют, ну, на уровне уже сахарной комы, то есть прогрессирующей в течение нескольких лет. Диабет даёт вот такой вот манифест, когда уже на поздней стадии он выявляется, когда он уже инсулинопотребный. Мы знаем, что диабет у детей протекает очень агрессивно. А ещё мы знаем, что многие родители детям дают деньги. А дети любят покупать то, что, конечно, им нравится и вкусно. И порой это не всегда здоровая пища. Если мама очень не научила, что лучше попить водички, и даже не пить сок, потому что в нём очень много скрытого сахара, то, конечно, откуда же он это всё узнает? А если поблизости продают картошку фри? А ещё другая проблема. В нашем детстве, в нашем подростковом возрасте мы были очень активны. Мы бегали, мы играли в салочки, мы играли в догонялки. У нас была очень большая активность физическая. Если мы съели где-то мороженое, пока мы шли с магазина до дома, или жареную картошку пришли, поели, то тут же мы вышли на улицу, и эти калории все сожгли. Что сейчас происходит с современным обществом, с современными детьми и подростками? Они съели бургер или ту же жареную картошку, те же чипсы, вышли на лавочку, и есть две категории во дворах. Это пожилое старшее поколение, которое в силу своих уже каких-то заболеваний, порно-двигательного аппарата сидят на лавочке, и молодое поколение, которое привязано к телефону. Они также выходят, и вот, я не знаю, замечали вы во дворах или нет, но я очень часто замечаю, что есть категория пожилых, которые сидят на лавочке и общаются. И молодых. И молодых, которые тоже сидят на лавочке и общаются в телефоне. Поэтому мы получаем сейчас рост, и будем получать ожирение, сердечно-сосудистых проблем и проблем с ожирением. Слушайте, я вот не помню, чтобы мне в детстве давали майонез или кетчуп. Он, видимо, был только в рекламе. Или на Новый год в Валеве. Потому что я вот сейчас столкнулась, мы были на одном из праздников, и где дети захотели и прямо говорили, я так люблю кетчунец, это смесь кетчупа и майонеза. Ну, я не хочу, конечно, хвастаться. Мы не это не разрешаем. Это не то, что не разрешаем. Это как бы есть дома, да? Но мы это не едим. Это очень редко, когда, возможно, шашлык или то. О, это не праздник. Праздник. А здесь же я увидела, что дети, оказывается, намазывают это на хлеб, кладут это в себе в бургер, запивают это газировкой. И я, конечно, вот это меня очень удивило. Я говорю, как вы любите майонез? Зачем он вам, этот кетчуп? Зачем вы это все смешиваете? Ну, это так классно. А мы еще в макароны майонез добавим. Я подумала, вот это смесь макароны легкий такой, да? Самые углеводы. Мы туда добавим еще майонеза. Ну, и нагрузка на поджелудочную железу. А потом ляжем и будем лежать. Не поедем, например, на велики. Хотя, да, сейчас в каждом дворе, вот, да, городская среда. Есть тренажеры. Вот они сидят на лавочке. Тут же вот рядышком во дворе есть любые тренажеры, которые в летнее время, в зимнее время. Он может выйти, ребенок. Нет возможности посещать секции. Но он пойдет, он на турнике где-то позанимается. У нас вот сейчас, я живу рядом с гимназией. Вы знаете, открылась, да? Мы вам очень завидуем. Это классно. Очень спортивная площадка. И очень много детей. Мне очень отрадно видеть, когда вечером я гуляю с собакой. Очень много детей. Еще даже достраивалась эта спортивная площадка. Вот со всех домов в округе. Я знаю, дети из других школ приходили. Прекрасное футбольное поле. То есть ребята гоняют в футбол. Кто-то занимается на тренажерах. Я думаю, это очень достойное такое дело. И все-таки молодежь, я вижу, что кто-то там сидит во дворе у меня с телефоном. Но в основном уже там при свете фонарей время 10, допустим, часов. Это детские крики. Это там ура, гол забили. Многие родители приводят своих детей. Значит, что-то меняется в сознании. И занимается там мама на тренажере, папа с ребенком. Ну, это очень площадка, которая постоянно молодежь. Кто-то сидит просто с рюкзаком. Кто-то наблюдает за футболом. И у вас там не хватает вашей пропагандой здорового образа жизни. Я думаю, среди той молодежи, которая на этой площадке, в принципе, наверное, среди них и пропаганда не нужна. Это уже мотивированные молодые люди. Это вот такие подростки 10, 11 класс. Ну, отрадно видеть, что у нас все-таки меняется ситуация. Тот, кто хочет и кого не надо заставлять, он придет туда с мячом. Он побегает, поиграет. А еще, знаете, мне кажется, вы абсолютно правы. Вы сказали, что все начинается в семье. Даже в семье, где готовят суп и кашу, все равно все будет по-другому. Даже в плане питания. А ведь очень часто мы видим, что, например, маме лень готовить. И все купили быстренько то, что полуфабрикаты. Быстро мы это кинули в духовку, включили. И все вроде сыты. А на самом деле, плюс это никакого. Это быстро. И да, насыщение быстрое. Потом снова захочется кушать. И вот. Два вида семей. Вот одна семья, я заметила, сидит на лавочке. Мама, папа с лишней массой, излишней массой тела. Два ребеночка. Они, вот там, ларек большой папа, купили вот эти бургеры. И чувствуешь, они приобщаются к спорту. А вторая семья в гимназии, на стадионе со своим ребенком занимается на тренажеры. Вот они. Два вида семей, которые, в принципе, мы видим, что здесь уже, наверное, вырастет потенциальный диабет. Может быть, и сердечно-сосудистая патология. А другая семья, они приехали на велосипедах, они их поставили, позанимались на тренажеру. Они показали ребенку. А потом, даже если они съели бургер, они его быстро сожгут, Лариса Ванислава. Это зависит, наверное, от уровня сознания и от уровня все-таки сохранить свое здоровье. Вот эта вот семья, которая ест бургеры, они же потом придут в лечебное учреждение. Они будут говорить, что они такие больные. Предоставьте им лекарства, медицинскую помощь. Хотя вот эти поведенческие факторы риска, которые избыточная масса телофизической активности, это мы сами в себе можем воспитать и все-таки, наверное, вырастить достойное поколение и не быть обузой своему государству, обществу. Когда произойдет инсульт у такого тучного молодого человека, и он будет инвалидом, ну представьте, это какая нагрузка на семью, на общество. Он не будет трудиться. То есть это и, конечно же, на государство нагрузка. А его качество жизни. Качество жизни. То есть теряет качество жизни вся семья, уход за таким человеком. Это, конечно же, достаточно тяжелое такое время, которое мы не задумываясь, что может произойти, какая катастрофа, нам кажется всем, что мы будем всегда здоровы, что мы будем всегда работоспособны, независимо от того, как мы себя ведем, что мы кушаем, сколько мы выкуриваем сигарет. Может быть, и молодые люди, ну и не молодые в возрасте, сколько выкуривает алкоголь. А вот представьте стресс. Выкурил 10 сигарет, принял алкоголь, пошел в сауну, пожалуйста, плюс еще высокое артериальное давление, повышенная температура. Вот тебе, пожалуйста, инсульт. Разрыв. Хорошо, что если вовремя, да, мы диагностируем, еще одна такая как бы тема, которая красной линией проходит у нас здравоохранение, это незнание нашего населения признаков инфаркта и инсульта. Русские люди, они очень терпеливые. Они будут терпеть боль за грудиной, они будут терпеть головную боль, повышенное артериальное давление. Уже до того, что мухи в глазах мушки мелькают, руки немеют, а таблеточку выпью, все пройдет. При любых признаках вот такой катастрофы необходимо обращаться за медицинской помощью. Ведь известно всем, что существует такое правило золотого терапевтического окна. Если будет оказана медицинская помощь в кратчайшие сроки, то эта катастрофа пройдет бесследно для пациентов, будь то признаки инфаркта или начинающего инсульта. И не произойдет глубокой инвальдизации, смертности. Поэтому в любом случае, пусть приедет скорая помощь, может этот диагноз не подтвердится. Но не надо сидеть дома и ждать, что все само собой рассосется. Наш век такой с огромным количеством стрессов. Многие, как Анна Олеговна сказала, принимают лекарства, деньги закончились, не принимают лекарства. Любой пропуск гипотензивного препарата в течение суток может привести к инфаркту или к инсульту молодых трудоспособных. Мы теряем молодых трудоспособных мужчин. То есть наша страна теряет тот ресурс, но как бы самый золотой ресурс. Это не совсем там пожилые люди после 90 лет. Это молодые мужчины от 40 до 50 лет. Это категория, самая уязвимая категория. То есть семьи остаются без отцов. Трудовые ресурсы. И поэтому это люди, которые постоянно бегут на работу, не задумываясь о своём здоровье, не проходят диспансеризацию. Ай, пока лола пройдёт, тут же где-то на работе. Все мы работаем сейчас в огромном стрессе. И вот совокупность этих факторов риска незаметно для себя накапливается, накапливается. В конечном итоге выливается вот в такую катастрофу. И, конечно же, знание этих признаков и внимание к своим пожилым родственникам. Не позвонила вам пожилая мама вечером? Придите с работы, позвоните ей и скажите, «Мама, всё у тебя нормально». Если замечаете какие-либо изменения, невнятную речь, или она говорит, что у неё болит голова, пожалуйста, тоже нужно пристальное внимание обращать на своих пожилых родственников, потому что это тоже уязвимая категория. Вот они как раз и самая терпеливая категория наших людей, которые, может быть, боятся побеспокоить скорую помощь диспетчера, боятся побеспокоить участкового терапевта, особенно одинокие, у которых нет родственников. И, конечно, хотелось бы призвать всех телезрителей обращать внимание на признаки сердечно-сосудистых заболеваний, признаки инсультов. Мы сейчас много об этом говорим. Особенно у молодых, в принципе, как инфаркты, так и инсульты молодеют. И поэтому при возникновении любых признаков прям внимание. Мы видим, Лариса Вячеславовна, как это вас очень сильно беспокоит. Как мы уже сказали, всё начинается просто из семьи, из обычного распорядка дня. И к чему это может потом привести? Ну и, конечно, друзья, нужно беречь своё здоровье. Если вы уже видите в своём здоровье какие-то звоночки тревожные, которые вас беспокоят, действительно, можно обратиться к врачу. Не надо, знаете, убеждать себя, что «Ой, у нас не хватает узких специалистов». Терапевтов, да, может быть, и не хватает, но они, в принципе, есть. И могут они вас принять. А в конце концов, можно пойти в Центр здоровья, записаться на приём, и совершенно бесплатно, бесплатно подчёркиваю, вы можете пройти обследование и получить те совсем очень важные рекомендации, которые вам помогут не потерять качество жизни. Правда, Витя? Да, но и потом у нас же на государственном уровне существуют вот эти программы поддержки льготного лекарственного обеспечения для людей, у которых уже случились какие-то мозговые катастрофы, инсульты или инфаркты. И сейчас мы в стационаре Республиканской больницы мы выписываем, когда пациент уже выписался после перенесённого инфаркта и инсульта, мы ему сразу обеспечиваем пациентам районных, что мы им на период, пока они доберутся до участкового терапевта, вот этими льготными препаратами. То есть это всё есть, и всё это в наличии? Это всё есть. И главное, чтобы пациент, который выписался с этого стационара, он в первые сутки дошёл до участкового терапевта со своей выпиской, не потерял её, или родственник, который забрал этого пациента после инфаркта и инсульта. Не надо ждать неделю от стационара, и пациент будет эту неделю без таблеток, потому что его там уже откапали, ему эту катастрофу мозговую сняли, и он ещё может пожить какое-то время до следующей катастрофы. Вызвать участкового терапевта на дом, если пациент неходячий. Прийти, если это пациент, который может прийти в поликлинику, чтобы уже доктор, если эта программа сейчас на два года, программа кардиологического выписки льготного лекарственного обеспечения обеспечил препаратами, либо посмотрел хотя бы выписку и сказал, вот эти препараты вам нужно в первую очередь начинать пить сейчас, не завтра, не послезавтра, не через неделю, а сейчас, потому что это препараты, которые направлены на вторичную профилактику, то есть профилактика повторных инфарктов и инсультов, потому что одна мозговая катастрофа или один инфаркт, как правило, за собой может привести к последующему, если мы ничего не будем с собой делать. Да, и эта группа риска людей молодеет, к сожалению, как вы сказали, вот 40 лет, казалось бы, 40 лет, как говорила знаменитая героиня фильма «Жизнь только начинается», а у вас она, к сожалению, может закончиться, даже вот если вы просто не вовремя обратили на себя внимание. Еще давайте о рекомендациях. Итак, мы уже сказали контролировать левиез, контролировать артериальное давление, увеличивать физическую активность, ну вот не менее 150 минут в неделю, либо по 30 минут 5 раз в неделю, да? Ну, 150 минут, если разделить на 5, это 30 минут в неделю, о чем говорила Анна Олеговна, это побольше пешком. Есть возможность, отказались от машины, есть возможность, прошли пешком. Если где-то далеко добираемся на работу, за 2-3 остановки вышли пешком, по лестницам пешком, не пользуемся лифтом, эскалатором, пожалуйста, вот есть сейчас в телефонах у всех шагомеры. Сейчас вот Центр общественного здоровья и вообще команда от Республики Хакаси участвуют тоже в конкурсе во Всероссийском, чья команда больше нашагает шагов. Поэтому мы с телефонами, есть шагомеры. Сколько нашагали? Ну, нашагали уже много по рейтингу. У нас несколько медицинских организаций участвуют в этом проекте в течение месяца. Мы соревнуемся. Ну, и, конечно же, физическая активность в любом виде. Домашняя работа – это тоже физическая активность, да? Дома тоже не сидим, стараемся. У кого нет возможности физически двигаться, пожалуйста, покупаем велосипед. Заводим собаку. Достаточный повод физической активности. Зимние виды спорта, летние велосипеды, горные велосипеды. Посмотрите, вот сейчас в зоне отдыха у нас, да? Нет возможности купить, можно взять в аренду, приехать на выходные. А можно просто гулять, просто гулять и дышать свежим воздухом. Да, это пешие прогулки, ну да, ну не 5-10 минут, а именно в течение, может быть, да, после работы. Во-первых, пешие прогулки снимают стресс, снижают уровень сахара и холестерина, снижают массу тела, так как в течение часа уже потом начинают расщепляться и как бы жиры в организме, и хорошее настроение снижают уровень артериального давления, то есть польза от физической активности вреда никакого. Ну, соразмерно, конечно, состоянию здоровья. Не надо бегать кроссы, если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания. То есть если есть какая-либо патология, необходимо проконсультироваться с врачом. Если вы хотите более какой-либо интенсивной физической нагрузки, ну, я думаю, ходьба не противопоказана никому. И вот здесь я хотела бы привести слова великого русского физиолога Ивана Петровича Павлова, который сказал, что человек может жить до 100 лет. Мы сами своими привычками, своим безобразным отношением к собственному здоровью сводим этот срок к гораздо меньшей цифре. То есть вот эти факторы риска, которые мы наедаем, нагуливаем стресс, артериальное давление, не принимая лекарственные препараты, и сводят этот срок, наш жизненный срок к гораздо меньшей цифре. И хотелось бы, конечно, чтобы все наши телезрители, все люди жили до 100 лет активной, позитивной жизнью. И есть же, конечно, такие вот, идет бабушка 80 лет, она с скандинавскими палками, в зоне отдыха, 30 градусов мороза, она с ветерки, в шапочке, щеки розовые, не сидим. Показатель хороший. Да, не сидим в очередях, с лишней массой тела по 200 килограмм, когда и давление по 200, суставы больные. Есть у нас активные люди преклонного возраста, которые всю жизнь навели здоровый образ жизни, и старости пытаются сохранить тот резерв здоровья, который отмеренным. И, конечно же, наверное, они и не будут обузой ни своим детям, ни близким. Активное долголетие – это тоже весьма позитивный проект. Есть такой проект замечательный в городе Абакани, и в целом в России «Активное долголетие». Знаю, что некоторые клубы нашего города, спортивные, кстати, есть и общественные клубы по месту жительства, реализуют этот проект. Будете узнавать, если захотите, можете узнать подробнее, но я знаю, и зарядки на свежем воздухе, и можно и фитнесом заниматься бесплатно или с большой скидкой. В общем, очень-очень много разных форм для того, чтобы поддерживать свое здоровье. Ну и, мне кажется, вот ваше пожелание активного долголетия как раз в тему, потому что не то, что 29 сентября будет вот этот день, Всемирный день сердца, который очень важен, да, еще раз нам говорит о том, чтобы подумать о своем сердце, как оно работает, потому что это главный двигатель нашего организма. Но еще, друзья, у нас 1 октября день пожилого человека, да. И вот бы хотелось, чтобы этот день был наполнен радостью и такой, наверное, и физической активностью в том числе у пожилых людей. Не сидите дома, можно выйти на пикник, можно встретиться с друзьями, родными, сходить в театр. Одна бабушка тут нам звонила в прямой эфир и рассказывала, «Сколько, оказывается, мероприятий для пожилых людей есть в Абакане? Главное найти, правда?» У нас очень много мероприятий, что для молодых, что для пожилых. Было бы желание, а возможности всегда найдутся. Было бы желание, желание заниматься своим здоровьем, возможности всегда появятся. Вот, друзья, давайте тогда вам мотивация. Сегодня понедельник, ладно, вот вы послушали, мы вас напугали немножко, возможно, или заставили задуматься, и завтра утро со стакана воды, 8 стаканов воды в день, идем пешком на работу. А если не можем идти пешком, там в течение дня где-то гуляем или делаем производственную гимнастику. Вот такой у нас сегодня получился замечательный эфир Ларисы Владиславовны Лебедева, прекрасный врач-профилактик, который всегда расскажет о том, что вам нужно делать, чтобы не заболеть. Ну и ее коллега, это заведующая Республиканского центра здоровья Анна Олеговна Калмакова. Я вас благодарю, что вы к нам пришли. Надеемся, что у вас будет больше посетителей, которые не придут уже, когда все делать уже, ну, не то что поздно, но это еще не так. Ну, в общем, вы меня поняли, что к вам приходили люди и предотвращали все недуги. Спасибо вам большое, всем мы желаем здоровья. Эфир телеканала Абакан 24 продолжается, далее мой коллега Алексей Кириченко. Спасибо.